Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой, А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Наверное, у каждого из вас дома есть часы. У кого-то современные, у кого-то, может быть, ходики, Или даже часы с боем. Но таких необычных часов, которые стояли в спальне у одного сказочного короля, Я уверена, нет ни у кого. Что это за часы? А вот послушайте. В одной очень сказочной стране жил очень добрый король. И был у короля один маленький секрет. Это его часы. Ох, и часики были у короля! Такие же радостные и веселые, как и сам король. Часы каждое утро исправно будили короля веселой песенкой. И проснувшись, король из окошка своей спальни желал доброго утра всему своему королевству и всем его жителям. И жители королевства желали ему тоже самого доброго утра, потому что ни в одной другой сказочной стране не было такого замечательного короля. Затем король принимался за дела самой важной королевской важности. Если у какого-то малыша сломалась игрушка, к нему тут же направлялся королевский мастер. Если кто-то вдруг заболел, король высылал к больному своего лекаря, а заодно и аптекаря вместе со всеми лекарствами. Затем король объезжал свое королевство, чтобы увидеть, не нужна ли еще кому-нибудь его королевская помощь. И лишь под вечер король возвращался домой, чтобы сесть за шитье нарядной одежды для малышей. Ему очень хотелось, чтобы все детишки королевства были одеты хорошо. И вот как-то поздним вечером король, закончив шитье, собрался лечь спать. И только он надел свой ночной колпак, как услышал чей-то голос за окном. О, добрый король! Я бедный путник, я очень проголодался. Прошу тебя, дай мне что-нибудь поесть. Королю очень не хотелось выходить на улицу. Я и так за сегодняшний день сделал много добрых дел. Я заслужил отдых, подумал он. Приходи завтра, зевнув, крикнул король в открытое окно. Я устал. Но добрый король, завтра, мой дорогой, завтра, 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 прервал путника король. И зевнув закрыл окошко. А на утро королевские часы замолчали. Ох, какой ужас! Воскликнул король. Мои бедные часики сломались. Я проспал и не пожелал доброго утра своим добрым подданным. И король велел немедленно созвать всех часовщиков королевства. Но сколько они не старались, сколько не вертели, не крутили, сколько не разбирали и не собирали вновь сложный механизм, часы по-прежнему молчали. Прости, наш добрый король, сказали часовщики. Это самые загадочные часы в мире. Мы не можем тебе помочь. Король так загрустил, что даже почувствовал себя нездоровым. Подумаешь, часы, убеждал он сам себя. Мелочь, не стоит из-за этого грустить. Но все равно грустил и не мог понять от чего. Может быть, я больше не самый добрый король? Может быть, я совершил что-то очень плохое? И тут он услышал за окном голос. Добрый король, добрый король, я бедный путник, я очень голоден. Ах, ах, вздрогнул король и покраснел от стыда. Я и впрямь совершил дурной поступок. Я не накормил голодного. И король помчался вниз. Прости, прости меня. Бросился он к путнику. Пойдем во дворец. И король велел накрыть для путника королевский стол. А потом назначил его министром над всеми путниками королевства. И говорят, это был очень хороший министр. А на утро, на утро в спальне короля вновь запели королевские часы. Король был этому несказанно рад и больше никогда не грустил. Тир-лим-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом Всего один раз совершил добрый король плохой поступок, а часы замолчали. И кажется, ну подумай, что тут страшного. Если всегда стараешься поступать по-доброму, то от одного дурного поступка ничего плохого не случится. А нет, дорогие мои, очень даже случится. Вот представьте себе неприступную крепость, в которой специально для врага строят тайный ход. Долго ли сможет сопротивляться врагам такая крепость? Так же и мы с вами, ребята, если будем позволять себе совершать дурные поступки, уподобимся такой крепости. Так что давайте постараемся избегать этого, чтобы наши сердца были неприступными крепостями для любого зла. Я прощаюсь с вами, мои дорогие. До новых встреч. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok